Результат надо смотреть. Все-таки это игра такая, пускай она носит товарищеский момент такой, но она контрольная. Мы сегодня проиграли сильному сопернику. Очень много смотрел в прошлом году на эту команду. Интересная вообще команда. Пришел топовый тренер и сделал очень серьезный клуб, очень серьезную команду. И мне импонирует их игра. Я очень в северных кубках матчей пересмотрел их до этого. Так что знали, с кем будем играть. И очень счастлив, что сыграли с таким соперником. И всем показало, куда нужно двигаться. Так что я считаю, что это очень позитивно. У нашей команды это первый спарринг на естественном покрытии. У Киева это был восьмой. Понятно, что совсем команды находятся в разных физическом состоянии. В этом нет ничего плохого, как говорится. Сборы есть такие, что не могут люди попадать в циклы, как в чемпионате. Но смысл такой, что и посыл команде, что надо идти туда и туда смотреть. Тянуться за такими командами, как есть. Так что для молодых очень важен был этот матч. Потому что Батте, в принципе, все многие ребята играли против таких команд. А уже вот ребята молодые, ну там вышло человек 8-10, которые не играли против такой команды. И для них это очень важно. И есть показать, куда и как расти. Там все ребята работают с мячом фантастические. По движению они готовы. Ну, я скажу честно, что там многие ребята выглядят очень прилично. В этом нет никакой проблемы. Но вот как противодействовать этим футболистам, будем показывать. Будем уже завтра на стерилистическое занятие по поводу этой игры. Так что покажем, что нужно делать. Сколько еще спаррингов команда планирует провести на этом сборе? В принципе, будет 4 спарринга. Но они будут в один день играться. Понятно, что двумя составами все будет в недельных циклах, в принципе, работа. Потому что среди недельных этих циклов будут очень серьезные, большие нагрузки. Первая неделя на траве. Я думаю, что все идет по плану. Именно что касается недели. Понятно, что хотелось сюда раньше. Мы уже должны были здесь сыграть. Это третий спарринг. Понятно, что и требования, и ребята уже давно бы. Было бы легче работать. Ну, я считаю, что идет все по плану. Пускай будет так.